АПЛОДИСМЕНТЫ Аминь. Присаживайтесь. Знаете, на этой неделе со мной такой интересный случай произошел. И вот я решил, исходя из этого, и попроповедовать сегодня на такую тему. Я поехал на СТО в начале недели. Мне надо было оставить рабочую машину на СТО, чтобы ее отремонтировали. И надо было вернуться домой за своей машиной, чтобы поехать на работу. И вот я приехал на СТО, оставил рабочую машину. И думаю, надо же вернуться как-то к дому, к своему. Давай вызывать такси, утреннее время, все машины заняты, дорого. И тут один хлопец со СТО говорит, давай я тебя домой отвезу, к твоей машине подвезу. Ну давай, садимся мы в машину. И я так немного удивился, если честно. Садит он меня в машину, братья, думаю, больше поймут. Ауди Q7 садит и везет меня домой. И я в легком таком недоумении говорю, слушай, Саша, познакомились мы с ним. Это я первый раз его вижу. Это что, так хорошо на СТО зарабатывают? Я говорю, что ты на такой машине, ничего себе. Он говорит, машина хорошая, но ты знаешь, это в принципе все, что у меня осталось от моей жизни. Вот машина это единственное, что у меня есть на сегодняшний день. И начинает мне рассказывать историю. Он говорит, я из небольшого села, возле Херсона. Говорит, у меня было в моем селе все. У меня, говорит, был бизнес аграрный. Я занимался там, пшеницу выращивал, продавал. У меня был магазин свой в селе. У меня, говорит, было несколько машин. Грузовая такая, говорит. И вот пришли в мою жизнь обстоятельства, говорит, когда я лишился всего. Сейчас я живу на съемной квартире с семьей, с ребенком. Работаю, говорит, на СТО, кручу гайки, чтобы хоть как-то зарабатывать, говорит. И не вижу в этом ничего плохого. Знаете, мы ехали, так он мне рассказывал все это. Рассказывал, рассказывал. И знаете, что меня удивило? Человек, я вот за все время, это мы минут 15 ехали. Я за все время от него не услышал ни слова какого-то ропота, недовольства. Он так рассказывал с улыбкой на лице. Вроде это какой-то он фильм пересказывает. Который, вот он знает, что этот фильм, вот он все равно закончится хорошо. И он просто где-то середину мне фильма рассказывает. Вот как он всего лишился, что у него нету теперь, и что машина это единственное, что у него осталось вообще. И говорит, купил еще ее перед войной, говорит, угораздило меня, зачем она мне сейчас нужна. И знаете, я так подумал. Вот под конец этой истории всей беседы, такое впечатление сложилось, что это он меня убеждает. Все будет хорошо, успокаивает, знаете, все будет нормально, говорит, и все равно я, говорит, верю, что рассказывает мне дом, говорит, дома уже, дом есть, говорит, но он разворованный, там ничего нет. Но все равно, говорит, я верю, и все, назад вернусь, и все отстроим, и все будет хорошо. И я вышел из машины, знаете, вроде с какого-то этой, с проповеди, с хорошей вышел. Думаю, ничего себе, неверующий человек мне дал, знаете, заряд такой на целый день. Я вышел и думаю, знаете, а сколько, насколько больше поводов у нас с вами радоваться. Несмотря на все, что происходит вокруг нас, несмотря на трудности, которые мы проходим сейчас, как страна, как нация, несмотря на трудности, которые, может быть, есть в вашей жизни, насколько больше поводов есть радоваться у нас. Я хочу сегодня, знаете, попроповедовать из такой книги, из Библии, она, пожалуй, наверное, самая такая радостная, оптимистичная, послание к филиппийцам. Знаете, я специально посчитал, Павел в послании к филиппийцам 16 раз дает указание, такое повеление, радоваться. Радуйтесь, радоваться, еще говорю, радуйтесь, и в разных там, в разных склонениях он говорит слово радость. Радость в молитве, он говорит о радости в молитве, он говорит о радости, которая приходит от собственных трудов. Он говорит о радости в страданиях, о радости в единстве церкви, радуется о благовестии, когда другие проповедуют Евангелие, радуется в вере. И знаете, я еще раз убедился, что радость и оптимизм – это скорее состояние духа, чем состояние нашей души и обстоятельств, в которых мы находимся. Знаете, все бы хорошо вот в этом послании, оно такое, я верю, что вы послание к филиппийцам, мы его множество раз цитируем. Да, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, и такое оно ободряющее, оптимистичное, все бы хорошо, но написано оно в тюрьме. Апостол Павел пишет послание к филиппийцам из тюрьмы в обстоятельствах, которые вообще не предполагают радость и какое-то веселье. Историки говорят, что, возможно, это было заключение апостола Павла, в котором ему грозила смертная казнь. Он пишет о радости, радуйтесь, говорит, я так радуюсь, так радостно мне. И знаете, я сегодня хочу три таких совета для того, чтобы мы в это нелегкое время были наполнены оптимизмом, были наполнены радостью. И первый совет, моя проповедь сегодня называется «Три урока из темницы». «Три урока из темницы». Знаете, мы привыкли уроки получать откуда-то из хороших мест, а тут три урока из темницы. Оказывается, темница тоже может чему-то научить. Первый урок «Не унывай». И знаете, он звучит, может, очень просто, очень банально, понятно, не унывай. И вы спросите, такая, чему радоваться-то, чего не унывать? Где вот обстоятельства, где какие-то основания для радости сейчас в моей жизни? Ну, во-первых, всех нас касается обстановка, которая сейчас у нас в стране, да? У кого-то есть какие-то личные обстоятельства, семейные, по здоровью. И вот где в этот момент находить источник радости? Я прочитаю послание филиппийцам, первая глава, с первого по шестой стих. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и деканами, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начисший вас, вас доброе дело будет совершать его даже до дня Господа Иисуса Христа. Аминь. Знаете, секрет, первый секрет апостола Павла. Апостол Павел, не находя обстоятельств для радости в своей жизни, нашел причину для радости в жизни других людей. Он посмотрел из темницы, изнутри темницы, он посмотрел за ее стены и увидел, как в церкви, в которую он когда-то насаждал, как в церкви, в которую он когда-то проповедовал, идут дела хорошо и обрадовался этому. Знаете, бывает так, зачастую мы ищем причины для радости в нашей жизни, и это нормально, и это нормально. Но иногда бывает так, когда причин для радости в нашей жизни нет, нам надо их поискать за границами обстоятельств, в которых мы находимся. Послушайте, вот тут надо исполнить то слово, которое говорит апостол Павел, в другом своем послании, радуйтесь с кем? С радующимися. Послушайте, нам иногда надо порадоваться, что у кого-то дела идут хорошо. Если нет повода для радости внутри темницы, апостол Павел тоже оглянулся вокруг себя. Как-то мало поводов для радости. В тюрьме, в камере, непонятно, чем все закончится. Я выгляну за пределы темницы и порадуюсь, что у кого-то дела идут хорошо. Знаете, я буквально на днях прочитал такую фразу, она мне очень понравилась. Когда мы делим чье-то горе, горе становится в два раза меньше. Когда мы разделяем чью-то радость, радость умножается. Послушайте, если мы научимся радоваться успехам других людей, радость будет наполнять и наши сердца в том числе. Знаете, мы ездили в Радомашель на прошлых выходных. И, если честно, мы так тяжело организовывали выезд, потому что много людей, постоянно все меняется. И вот мы приехали туда. И знаете, чему я обрадовался больше всего? Я увидел, как людям там хорошо. Мы вот с моей женой утром проснулись и вот посмотрели на людей, как они там с детьми гуляют, как все хорошо, и радость наполнила твое сердце. Тебе стало так хорошо от того, что людям хорошо. Послушайте, мы должны научиться выглядывать за границей обстоятельств, в которых мы находимся. И тогда мы научимся радоваться. Поводов для радости миллион. Еще один совет. Для того, чтобы начать улыбаться, как вы думаете, что надо сделать? Надо стать причиной чьей-то улыбки. Послушайте. Иногда, когда нам не... Вот вы можете сейчас повернуться к соседу и улыбнуться ему. Вот повернитесь. Смотрите. Смотрите, и все заулыбались. Всем стало хорошо. Послушайте. Не всегда то, что происходит в нашей жизни, будет причиной для радости. Но даже в самых сложных обстоятельствах мы можем стать причиной радости для кого-то. Апостол Павел пишет письмо и ободряет церковь. Из обстоятельств, в которых ему самому тяжело, он говорит, я верю в вас. Вы благословенная, хорошая церковь. Я вас вдохновляю. Я благодарю Бога за вас. Апостол Павел ободряет сам людей, находясь в трудностях. И в этом причина становится причиной его радости. Вы помните этот детский мультик? От улыбки станет всем светлей. Послушайте. Если мы, даже когда мы проходим нелегкие времена, мы находим силы и возможности стать причиной радости для кого-то. Знаете, мы вчера буквально с моей женой тоже поехали послужить там в одну семью. Там парень, ну как парень, уже взрослый он, за 40 лет ему, и он инвалид. В силу, не в силу того, что он родился таким, а в силу образа жизни, который он до этого вел. Он прикован к постели, у него работает только одна рука, у него работает одна правая рука, и все, он инвалид. И мы приехали в эту семью, там купили кое-что, приехали послужить. И знаете, я увидел, как этот человек улыбается. Я увидел, как его мама, которая его обхаживает, которая его выносит на инвалидной коляске, чтобы он подышал воздухом, она улыбается. Знаете, мы приехали домой, и он звонит, и говорит, слушайте, я вам так благодарен за то, что вы приехали ко мне. Мне этого так не хватало, этого общения. Мне так не хватало просто простого человеческого общения. Послушайте, мы должны становиться поводом для радости в жизни других людей. Аминь. Хорошо. Следующее, о чем я хочу сказать. Не сиди без дела. Филиппийцам 3, 13, 14. Всем известное место из Писания. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божьего во Христе Иисусе». Хорошее, ободряющее местописание, которое мы десятки, может быть, сотни раз цитируем. «Братья, надо стремиться». Только еще раз напомню, написано оно в тюрьме. Человек из тюрьмы пишет, что я стремлюсь к наивысшей почести. Я забываю заднее и ставлю планы какие-то вперед из тюрьмы. Знаете, самая большая ошибка – это сесть, сложить руки и ждать, пока все закончится. Пока я выздоровею, пока закончится война, и вот тогда я начну что-то делать. Пока в семье все наладится, с работой все наладится. Знаете, в первые дни войны мне это особенно сильно ощущалось. Когда ты сидел и ждал каждую минуту, вот что-то сейчас прилетит, что-то сейчас долетит, это становилось невозможным в определенный момент. Но когда ты поднялся и начал что-то делать, ты начал развозить какую-то помощь, ты начал звонить кому-то, ты начал служить кому-то, ты начинал замечать, как вот эти все переживания, страхи, оно как-то все отодвигается на задний план. Знаете, нам иногда не хватает мотивации. Вот обстоятельства там, вот трудности, вот наладится все. Но знаете, в чем состоит главная мотивация христианина? Не в том, что у тебя все получается, не в том, что у тебя все хорошо. Главная мотивация христианина в том обещании, которое ты давал Богу. Вот в этом состоит главная мотивация. И апостол Павел занимается в тюрьме тем, чем он занимался и до тюрьмы. Он служит Богу, он продолжает писать послания, он исходит из возможностей, которые есть у него сейчас. Да, у него не было возможностей пойти в церковь к филиппийцам, пойти к колоссянам, пойти к эфисианам. Но он, исходя из возможностей, которые есть сейчас, не ища себе оправданий. Да это не те обстоятельства, да вот я выйду из тюрьмы, поправлю здоровье, съезжу в санаторий, закончится война, наладится с работой, зарплату мне повысят. И вот тогда я как начну служить Богу. Послушайте, у нас у каждого сегодня есть возможность служить Богу. У каждого, исходя из тех возможностей, в которых мы есть сегодня. Знаете, во что я верю? Я верю в то, что когда мы продолжаем служить в стесненных обстоятельствах, когда нам нелегко, когда нам нетрудно, когда нам самим не весело, когда нам самим тяжело, в наше служение и в нашу жизнь приходит особенная благодать от Бога. Вы вспомните, когда апостолы, их приводили на суд, все, замолчи, тебя уже на суд привели, уже все, ну покивай ты головой просто, замолчи, перестань говорить, перестань проповедовать, просто замолчи, обстоятельства вообще не предполагают никакую проповедь Евангелия. Тебе сейчас голову отрубят за это. Они продолжают проповедовать. И если мы все почитаем деяния апостолов, то в этот момент приходила особенная благодать на проповедь Евангелия. Люди каялись в этот момент. Знаете, если апостол Павел, я так подумал, если апостол Павел, сидя в тюрьме, под страхом смертной казни, находил возможности служить Богу, то неужели у нас сегодня меньше возможностей служить Богу? Неужели у нас есть сегодня какие-то оправдания, говорит, ни время, ни место, ни те обстоятельства, ни та обстановка в стране? Послушайте, Павел нашел в себе силы и стал ободрением для других людей. И сегодня, братья и сестры, мы читаем послание филиппийцам и сами ободряемся, и сами вдохновляемся. И там же в послании филиппийцам написано, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Из тюрьмы человек пишет. Знаете, я когда-то... Вот мы можем задумываться, знаете, может не время, может я сегодня, может сегодня моих сил недостаточно для того, чтобы взять, как ухнуть в служении. Я вот, готовясь к этой проповеди, вспомнил одну книгу, которую я прочитал еще в самом начале своего христианского пути. Есть такой брат, Ник Вуйчич, да? Вы все его знаете, человек без рук и без ног. И вы знаете, что в определенный момент в своей жизни он вообще хотел покончить жизнь самоубийством. Он не видел смысла в своей жизни. Он набрал ванную и хотел утонуть в ней. Но, говорит, из-за того, что у меня не было рук и ног, я как поплавок постоянно всплывал вверх, говорит. Я не мог даже погрузиться под воду, чтобы утопиться. Я не мог ничего сделать. И знаете, мои, говорит, попытки продолжались до тех пор, пока я не услышал в своем сердце голос. Ты нужен мне, такой, какой ты есть, и там, где ты есть. Послушайте, сегодня Бог говорит каждому из нас. Ты нужен мне, такой, какой ты есть, и там, где ты есть. И ты можешь быть полезен Богу на том месте, на котором ты есть. Знаете, сегодня есть такая крайность, грань тонкая. Вы простите меня, если я что-то скажу, чем кого-то, может быть, обижу. Люди выехали из страны и говорят, там нечем заниматься. Там нету поля для служения Богу. Вот я как вернусь и как начну служить. Послушайте, драгоценные те, кто выехали. Я верю, что для верных христиан переезд должен превратиться в миссию служения Богу. В миссию служения Богу. На том месте, на котором вы есть, вы можете начать служение Богу. В тех обстоятельствах, которые вы есть, вы можете начать служение Богу. И в этом будет особенная благодать. В этом будет особенное помазание. Потому что там, где есть наша немощь, проявляется сила от Бога. Знаете, у нас есть один брат, он служит сейчас в сбройных силах. Вот он начал присылать фотографии такие интересные. Жена моя поделилась. Он приезжал недавно в отпуск, ну, на пару дней. Знаете, что сделал? Набрал наставничество и присылает, как в окопах солдаты читают наставничество. Набрал наставничество и раздает ребятам и присылает нам фотки, как лежит хлопец и в окопе читает наставничество. Вот это служение Богу на том месте, на котором ты есть. А нам иногда не хватает вот это, вот это, вот это, вот это. Знаете, мы иногда очень много говорим о том, о чем не надо. Когда все закончится, как все закончится. Этого не знает вообще никто. Нам надо говорить о вечности, о том, что не закончится никогда. Призвание христиан говорить о вечности в том месте и в тех обстоятельствах, которые их есть. И последнее, о чем я хотел бы сегодня сказать. Не всегда так будет. Не всегда так будет. Филиппийцам 2.24 Апостол Павел пишет в церковь, в которую он проповедовал. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Послушайте. Человек, сидящий в тюрьме, которого со дня на день могут казнить, у которого ничего впереди особо радужного не светит. Он говорит, я уверен в том, кто ни разу меня не подводил. Я уверен в том, кто есть основание моей жизни. Я уверен в том, что все будет хорошо. Послушайте. Если мы, нашу надежду... Знаете, апостол Павел, я вот сидел и думал, он же не говорил. Я уверен в адвокате, которого мне наняли. Я уверен во врачах. Я уверен в том, я уверен в том, я уверен в том. Потому что все это нестабильно и временно. Он говорит, я уверен в том, кто есть основание моей жизни. И сегодня мы, как верующие люди, всю нашу веру, всю нашу уверенность мы должны строить на том, кто есть основание нашей жизни и основание нашей церкви. На Господе Иисусе Христе. Знаете, я вам рассказал вначале историю об этой женщине, которой мы вчера попали. Но не рассказал одну. Она верующая. Я вчера от нее услышал столько слов веры. У нее проблем в жизни, ну, по сравнению с моей, я не знаю, ну, наверное, в десяток раз больше. Она верующая не в такой церкви, как у нас, она мне столько вчера рассказала снов, как ей снился Господь, и как Он ее успокаивал, и утешал, и говорил, что война закончится. И, слушайте, я, знаете, настолько вчера ободрился от общения с человеком, я понимаю, что вера человека основывается не на том, что она вообще видит. Она мне рассказывает, знаете, вот тоже какая-то прилетела там рядом, бахнула, то окно у меня лопнуло там, и так рассказывает это, вроде, ну, вроде это какой-то... Но говорит, ну, все будет хорошо. Все будет хорошо. И Виталичек, скажи, поднимется. Все будет хорошо. И мы молились, знаете, вчера с ними. И я понимаю, вот я вышел с абсолютным ощущением, все будет хорошо. Так будет не всегда. И, знаете, я хотел бы сегодня сказать вашу жизнь. Может быть, вы проходите какие-то самые тяжелые времена в своей жизни. Может быть, вам очень нелегко сейчас. Так будет не всегда. Я уверен, в Господе написано, что сам скоро приду к вам. Я уверен, что Бог выведет меня из этих обстоятельств. Я уверен, что Бог исцелит меня. Я уверен, что Бог восстановит мою семью. Я уверен, что Бог остановит эту войну. Я уверен в Господе. Пусть это будет сегодня для нас основанием нашей жизни и нашей веры. Давайте мы поднимемся. Давайте мы попросим у Бога, пусть наши сердца, они всегда будут наполнены верой и благодарностью. Давайте мы попросим, чтобы наши духовные глаза, они всегда были открыты для служения другим людям. Чтобы мы могли видеть людей, которые, может быть, сегодня нуждаются больше, чем мы. Людей, для которых мы сегодня можем стать ободрением и ободриться от этого сами. Господь, мы благословляем Твое Святое Имя. Мы молим и просим Тебя, Отец, наполни наши сердца радостью и миром, Боже, сегодня во имя Иисуса Христа. Миром, который, Боже, основывается на том мире, который дал нам Ты. Мире, который, Боже, есть в Тебе. Мы благословляем Твое Святое Имя, Боже. И сегодня мы принимаем эту, Боже, благодать от Тебя радоваться. Даже, Боже, в трудных и тяжелых обстоятельствах нашей жизни радоваться. И мы молим и просим, Боже, дай каждому из нас сегодня стать причиной для радости в жизни кого-то. Мы молим и просим, открой наши глаза, позволь нам выглянуть из той темницы, может быть, в которой мы сегодня находимся и посмотреть дальше, Боже. и увидеть людей, которые нуждаются сегодня, послужить им, помочь им. Мы благословляем Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за это прекрасное время в Твоем присутствии. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова